Пациент на операционном столе, которого, наверное, кто-то даже долго ждал, кто-то не долго ждал, кто-то прям вот вообще не ждал. Я знаю то, что где-то сейчас одна диля радуется. У нас сегодня продукт, которого, как вы видите, у меня дома в домашнем использовании, достаточно, ну, приличный. Который я курю практически на постоянной основе. У меня есть даже до сих пор не вскрытая банка, потому что какие-то ароматы я берегу особенно. Не знаю, правда, почему. Пора бы, наверное, уже его нахер вскрыть. И сегодня мы с вами проговорим про все вкусы аромата нашего. Жаль, конечно, то, что я с большого экрана не смог найти всю таблицу ароматов. Смог с маленького, поэтому мы сейчас, в принципе, возьмем как бы и поговорим про все вкусы нашего, которые у них есть. А их, сука, 43. И, по-моему, здесь даже не указан второй дроп от, собственно говоря, Давы. И, по-моему, здесь даже не обновлялись. Здесь, по-моему, даже не вся вкусовая палитра. Ну, да ладно, мы прочтем все, что есть. Возможно, найдем что-то, что есть у нас еще нет, ребята, в обновленной версии их вот этого вот контента. Давайте-ка просто с вами прочтем, посмотрим, расскажем вам, что у нас здесь, собственно говоря, есть. Давайте я вот сюда вот так вот пока что-то горочку поставлю, потому что, ну, мне не совсем удобно будет наблюдать, что есть тут, что есть там. Я, если буду что-то находить, буду выставлять на топчик или не топчик. Но, предварительно, давайте-ка мы с вами поблагодарим наших партнеров за то, что они есть. Наши уголечки замечательные, наши, ребята, табачка без табачки, то, что мы можем вкусно и классно что-нибудь покурить. Вот, всем ребятам огромное спасибо. На них есть ссылки в описании, много активностей. Переходим, смотрим, участвуем в конкурсах, все классно. На сайте концептик-дизайна Японо Хука есть скидка 10% по промокоду Ваня Забей, а также скидка действует на сайте Соломон Хука на весь абсолютно ассортимент, на всех сайтах. Вот, Ваня Забей минус 10%. Денежку отработали, переходим. Табак наш. Производится компанией Оазис. Кто, если вдруг не знал, насколько я это все прекрасно помню. Оазис указан ООО Альянс, это у нас Москва. Я, насколько помню, компания Оазис имеет непосредственное отношение к этому самому табачку. По бленду, честно говоря, я не помню, что здесь есть. Я найду инфу, я вам ее, естественно, вставляю. С креном или надписью. И мы можем уже, в принципе, начать разгонять про вкусы. Как он курится? Да, давайте определимся, как работаем мы с продуктом. У нашего достаточно все просто. Мы делаем микроотступ под колодки, чтобы пупырки совсем чуть-чуть не касались нашего табачка. В принципе, вантреха правильно все рассказал, как с табаком работать. Делаем небольшой совершенно отступ. Кладем три уголечка, все это дело под колпак. 5-7 минут хорошенько прогреваем, протягиваем. И вот так он курится. Комфортненько, но при этом может вас неплохо так уронить. Табак на самом деле обладает определенной крепостью, которая может немножко раздать по щам. Здесь будьте аккуратны. Но он накрывает достаточно мягенько. Вот. Начинаем, собственно говоря, наше великолепное повествование. Я здесь почему-то... А, нет, вот все нашел. Еще где-то у меня здесь стоит баночка. Простите, придется спиздить. Вот она еще одна. Примерно вот так получается у нас. Ебать, 14 вкусов в домашнем использовании. Ех, хуи. Начинаем. Мороски на черри. Не буду даже читать описание у ребят, что там у них, что там так, что не так. Мороски на черри у меня есть. Я ей пользуюсь. Баночка уже пустеет, что весьма печально. Отлетает у нас в топчик. Это действительно очень вкусная коктейльная вишенка. Слегка сладенькая, слегка кисленькая. Применимая в миксах и в соло она прекраснейшим образом курица. Могу ее отнести вот только исключительно сюда. Персик. Персика у меня нет только по одной простой причине. Он в целом неплох. Но если вы готовы мириться с мылом, который есть почти у всех персиков, you welcome. Наш, ваш вариант. Юбилейное печенье. Не любитель кондитерки, поэтому не могу здесь сказать ничего хорошего. В целом, типа, средний аромат, который, в принципе, можно взять и покурить. Но я бы, наверное, все-таки не стал брать. Опять же, не любитель кондитерских ароматов. Банан. Ужасно. Ужасно, отвратительно. Брать не стоит. Банан получился не самым лучшим образом, поэтому он у нас отлетает в полнейший минус. Гранат. Честно говоря, вот гранат я вообще совершенно не могу вспомнить, какой он у нашего. Поэтому давайте ничего по нему не будем говорить. Папайя. Насколько я помню, не сильно ярко. Это тропик. Это тропик, который мне не совсем нравится. Он слегка травянистый, поэтому тоже я его откину в минус. Справедливости ради. Ну, типа, правда, он мне не особо понравился. Арахисовая паста. Ее у меня есть. Ее у меня полная баночка. Господи, как я ее обожаю. Это охуенно. Это великолепно. Ну, господи, это реально сладенький, прекрасненький. Вот такая вот паста арахиса, которая прям просто бомбяла. Отлетаем вот сюда. Арахисовая паста. Это топчик. Манго. Трава травой. Фу, фу, фу. Нет, нет, нет. Вот, блядь, точно нет, ребят. Вот прям точно нет. В смысле, блядь, у меня земляника закончилась. Блядь, ну как так-то, а? Ну, вот тут есть вот земляника. А земляника, сука, у меня кончилась. И земляника, это пушечный аромат. Смело земляничку отправляем в топчик. Грейпфрут. Его я, к сожалению, тоже не пробовал, поэтому мы его пропускаем. Да, к сожалению, есть тоже такие. 43 аромата уж, извините. Я все, к сожалению, не смог успеть попробовать. Мандарин. Мандарин пустоватый. Несмотря на то, что там цитрусовая составляющая, слегка сладенькая присутствует, но он прям слабоватый по аромке. То есть, мне показался он немножко пустоватым. Поэтому его ментально ставим в центр. То есть, типа, брать можно, но на свой страх и риск. Персидская выпечка. Пурум-пум-пум-пум-пум. Она же тоже у меня была. И у меня ее кто-то, походу, спиздил. Уже не может быть такое, чтобы я, блядь, без боя отдал банку персидской выпечки. Короче. Это бисквит с медом и с розой. Если вам такое описание не нравится, лучше этот аромат не берите. Для себя ставлю его в топчик. Далее. Рамбутан. Его у меня есть. Рамбутан, по сути, тот же самый личи, только менее сладкий. То есть, если у нас личи, это прям перенасыщенный, сладкий, околоцветочный аромат, чуть более водянистый, чуть ближе к тропикам, что-то между тропиками и белым виноградом. Рамбутан лайкосик. Брэнди. Хороший аромат, справедливости ради. Он слегка даже неплохо алкогольный. Но так, чтобы занести его прям в пушку топчик, наверное, нет. Вот этот брэнди у меня встанет в серединочку, потому что, ну, прям, типа, ну, как-то вот, типа, в серединке наполовинку, не знаю. Баттерскотч. Ириска, которая отлетает туда же. Вафли. Не любитель кондитерки, повторюсь еще раз. Вафли мне не зашли. Не очень-то уж мне эта тема понравилась. Вафли ставим в центр, только потому, что, типа, ну, в вафли попадание есть. Вопрос в том, кому это надо. Вот мне это не надо. Если вам это надо, то в целом можете брать. Питахая. Абсолютно пустой аромат. Для меня неподнятый. Тоже отлетает в минус сразу же. Малина. Малина кисло-сладкая, прикольная, хорошая. Малину можно смело относить в центр. У меня ее, к сожалению, здесь нет. Но, типа, в целом, это неплохой вкус. Неплохой, но в серединку. Так же, как и голубика. То же самое. Голубика у нас отлетает в серединочку, только потому, что, ну, типа, как-то, ну, голубика и голубика. Чего бубнить-то? Черемуха. Ни хрена не понял. Мне не сильно то уж и понравилось. Могу сказать только то, что аромат так себе. Я бы не рекомендовал вам его брать вообще. Рондо. Несмотря на его присутствие здесь, а он у меня есть в домашней, в домашней работе. Господь всемогущий. Короче, это действительно похоже на конфетки Рондо, но вот при малейшем перегревчике он уходит в какую-то химоту. Поэтому ставим его в центр. Типа, ну, я его использую, но стараюсь его закидывать куда-нибудь на дно под какие-нибудь прям вот непробиваемые табаки. Киви. Блядь, он у меня что, тоже кончился. Да что ты, твою мать. Киви тоже хорош. С киви вопросов нет никаких. Это один из лучших киви. Он слегка травянистый, да, но при этом достаточно хорошее попадание именно в сам фрукт. Поэтому ставим киви в топчик и говорим то, что это прекрасно. Гуана Бана. И вот здесь Диля будет расстраиваться, потому что Гуана Бана мне не то, чтобы она не понравилась. Я ее смело отношу в центр, в серединочку. Типа, покурить можно. По одной простой причине. Я не совсем понял. То есть я больше сторонник Танжовской Гуана Баны. Здесь это не совсем то, что я хотел получить. То есть у меня откровенно в флэшбеке хотелось отправиться вот обратно в счастливое детство с Гуана Баной. Но увы и ах. Груша. Не могу сказать тоже опять же то, что груша топовая, но в центр она у нас железно залетает. Грут. Бля, вот здесь будет сложно. Прям очень сложно. Были когда-нибудь в лесу после дождя? Если были, то вот это оно. Не могу сказать то, что аромат супер топовый, но в центр он железно у нас залетает. Потому что типа ну... Грут прикольно, брать можно, но смотрите аккуратнее. Если вам древесные ароматы не сильно то уж и нравятся, то я бы на вашем месте был бы немножечко чуть поаккуратнее. Ананас. Здесь должна быть Гузеева, потому что действительно ананас полный провал. Мне ананас не понравился, ананас улетает в минус. Маракуя. Маракуя у нас... Слушайте, она хороша. Вот справедливости ради, несмотря на то, что там типа как таковой четкого супер попадания прям нет, но вот оттеночно, как она играет в любой чашке, в которую вы ее закидываете, это просто охуительно. В соло тоже в принципе неплохо, поэтому отнесем ее в топчик, и она, блядь, у меня тоже закончилась. Что за несправедливость? Лимон. Блядь, а как так? У меня же были все эти вкусы. Куда они нахуй делись, блядь? Все, я в бешенстве. Буду завтра выяснять, блядь, куда пропадает мой табак. Лимон. Неплохой лимон, но не топовый. То есть ставим в серединку, лимончик неплох. Скитлз. Это уже миксовая история пошла. Разъеб по всем фронтам. Это самое... А вот кто бы что ни говорил, какие бы там, блядь, скитлсы не были на рынке, все это хуйня рядом с нашим. Наш скитлз, заебись. Вот брать прям железно. Оазис. Это у нас какие-то тропики, насколько я помню. И, блин, ну мне вот Оазис не сильно-то и понравился. Вот как бы хочется, конечно же, сказать то, что хотелось бы, чтобы понравился, но не понравился. Вот. И здесь появятся те люди, которые говорят, ну и ладно, ну и пожалуйста, блядь. Ягодный. До сих пор стоит нераспечатанным, потому что я до сих пор помню, блядь, насколько он пиздат. Это вот просто топчик. Это пушка, блядь. Это у нас, типа, вот грубо говоря, это белый виноград с шелковицей, с тутовником по-простому. Если вдруг кто-то такой же, как и я, и гуглил, что такое шелковица, перед тем, как рассказать. Но по сути, короче, это виноград с ежевикой от альпакера. Очень даже похоже. Но больше именно в темный виноград. Сладенько, прикольно, интересно. Май-тай. Май-тай, классический тики-коктейль, который мне вообще не зашел. И здесь сейчас будет вот тоже следующий аромат. Это черри-сода, который мне тоже абсолютно не зашел. Не знаю почему, но не понравилось. Нет там ни вишни, ни колы. Белая клубника. Улетала в свое время банками просто. Вот просто вот сюда. Вкусно охуеть. Холс, лимон, мед. Господи, здесь надо освежить память. Да, это заебись. Это прям вкусно. Но, слушайте, лимончик прям фоновый. Лимон фоновый. Конфета холст-медовая прям вот, блядь, со всего размаха в еблище закидывает с ноги. И это прям вкусно. Мне это понравилось. Последний самурай. Будьте аккуратны. Перегревая этот аромат, вы получаете запах сельского туалета. Если вы с этим ароматом научитесь работать и будете с ним работать правильно, то это охуенный жасминовый чай. Идет у нас в серединку только по одной простой причине. С этим ароматом нужны прямые руки. Если вы проебетесь, то проебетесь вы прям капитально. Индиго. Хороший ягодный микс, ягодный сбор. В центр его отнесу. Опять же, только потому, что, ну, просто ягодный микс. То есть, что-то нечто банальное, понятное, простое. Не супер переоробленное, не супер яркое, но прикольное. То есть, это можно вот, типа, просто в соло забить, покурить и вообще нахер не заморачиваться. Мамба. Блядь, вот с мамбой, к сожалению, тоже сейчас вот быстро не вспомню, поэтому тоже пиздеть не буду. Скажу так, то, что вот не помню, но что-то там подсказывает мне, что мне что-то тоже там из этой линейки не особо понравилось. Виноград мята. Это классика, ребят. Это прям классика. Да, так же, как классическая вариация сладкого белого винограда с ноткой свежей мяты. Ну, кто нахловскую, альфакеровский виноград курил, вот с мятами и с прочим. Флэшбеки в детство, в серединку, потому что аромат не идущий никуда дальше олдов. Как-то так. И есть липтон. Здесь уже где-нибудь начинает растекаться под столом наш Миша с членом в руках. Умирая от оргазмов, потому что липтон это действительно охуенно. Липтон это пиздатый аромат. И липтон я прям вот, да, тоже скажу, что он заебись. Далее у нас идет с вами коллаборация нашего с Давой. И там был второй дроп. Это был арбуз с чем-то там. Это было Йошта. И было еще что-то. Обзорчик. Давай я прилеплю. Вот, если надо будет, про те три аромата можно посмотреть. Потому что я там уже, честно говоря, не вспомню, что мне понравилось или нет. Было бы здесь, я бы по запаху быстро бы, по нюху, так сказать, бы определил. Но по первому дропу могу сказать, что здесь были вопросики. То есть я больше всего рассчитывал на лаванду фейхуа и базилик лайм. Хотя у меня и на него есть обзор. И на первый дроп тоже есть. Вот давай первый дроп тоже вот сюда, чтобы я не проебался. Потому что, опять же, банок под рукой нет. Вспомнить ароматику, к сожалению, не могу. Поэтому не могу тебе ничего про эти ароматы сейчас толкового рассказать. Переходим к раннему дропу. Наш и Хука Маркет в коллаборации выпустили три аромата. Это у нас Чупа Чупс Энергетик Баблгам, Алоэ Клубника и Карамель Цитрус. Алоэ Клубника, его почти ни хера не осталось. Что смело нам заявляет о том, что аромат топовый. Действительно очень крутая, сбалансированная, классная клубника с легким травяным алоэ оттенком. Это круто. Чупа Чупс Энергетик. Мои проблемы с Энергетиком. Здравствуйте. Пахнет очень ярко. Пахнет, кстати, вот именно ягуаром. Из банки. По факту, карамелька сладенькая. Ну такая, как карамелька. Типа, вот как Чупа Чупс. Вот свеженький, непонятный. Но в целом, типа в целом, я бы рекомендовал взять, попробовать покурить. И Карамель Цитрус. Господи. Ну это разъеб. Это прям разъеб. Блять, вот мне кажется, то... Наш, очень странно то, что с магазином получилось так, что все три аромата, вот типа только один у нас улетает, типа покурить можно. Два остальных просто топовые, прекрасные, великолепные. Короче, давайте сделаем так, чтобы у нас никто особо не напрягался, вспоминает, что у нас топовое, не топовое. Я вам просто списком это заливаю в телегу. Сделаем большой пост нашего. Сделаем без раскладки по вкусам. Сделаем просто топ. И можно взять покурить. Вот, переходим туда, смотрим. Это паблик в телеге, это не чат. Там не надо напрягаться, кого-то вечно читать. Если кому-то интересно, даже можно одноразово зайти в закрепах, поискать, там будет. Вот. Или по тегу наш найти, и все будет нормально. Ко всему прочему, мне нравится то, что у ребят действительно теплая, дружелюбная атмосфера. Ко всем, кто к ним обращается. Я когда-то к ним обратился, говорю, блин, ребят, нравится ваш табачок. Если есть возможность, там, выслать мне, покурить для себя, там, показать в сториз что-нибудь. Вот, потому что на продукт реально классный, мне нравится с ним работать. Вот результат. Как можно сделать хорошо, несмотря на то, что, да, есть откровенно провальные варианты, которые мне не нравятся. А есть вот пример того, как 14 ароматов сейчас, вот в данный момент, они вот стоят, и это брать можно. Из 43, я, по-моему, перечислил, то, что очень много можно взять. Опять же, смотрите списком, внизу, под видео. Не знаю, если мы что-то придумали с компанией Наш, если есть какой-то розыгрыш, он уже, наверное, есть в названии, я вот эту часть оставил на монтаже. Можете смело залезать в описание, смотреть и, собственно говоря, радоваться что-то выигрывать. Вот. Спасибо огромное компании Наш за то, что не забывают, продолжают присылать какие-то новиночки. Пробуем, радуемся, все классно и кайфово. Спасибо нашим партнерам. Ссылочки на всех есть в описании. Ну и тебе огромное еще спасибо за просмотр. И, как всегда, по нашей старой, доброй, уже давно сложившейся традиции, мы с тобой увидимся где? Правильно. В следующем видосе. Продолжение следует...